Девушки отдыхают Девушки отдыхают Возьми с собой Лене Он доставит ее сюда Лене? Хромой хрен? Цена утраивается Прости, но он полный козел Двадцать пять Тридцать девять Двадцать шесть Тридцать семь Тридцать Тридцать пять Идет Лене Подойди сюда и дай огоньку Давай, хромой хрен Хромой хрен Лене Заткнись, Вейт Он у него хорошие связи Это лишь вопрос времени Когда он выйдет на твою девочку В ее приюте Откуда ты об этом знаешь? Если кто-то в Чикаго знает Знаю я И Том тоже Пришли мне его фото Привет, бесшумные убийцы Ну и что ж Продолжаем играть Так, сейчас нам надо будет Пробраться к стриптиз-клубу Лисичка Так, ну для этого нам надо будет Пройти огонь, воду И медные трубы Так, а также Грязных и немытых бомжей Так, сейчас мы возьмем бутылочку Пивка по дороге Так, тут можно немножко пробежаться Нас никто не услышит Так, там в конце дальше два мента Так что надо быть осторожным Сейчас мы пока тут подсидим И пойдем дальше Так, в принципе А что рассказывать? Тут на карте, в принципе, все видно Так, ага Тут еще один ходит Так, нам надо сейчас идти Вот в этот прекрасный дверной проем О, этот гад стоит к нам спиной Нам повезло Так, сейчас мы его обезвредим И переоденемся Вообще интересная комнатка Такой небольшой тут Алтарь И столько всяких Листовок С надписью Разыскиваются Да, видно тут Какой-то Маньяк орудует Серийный И очевидно Агента 47-го Принимают За этого Маньяка Так, ладно Давайте-ка уйдем Из этой страшной комнаты Так, пока дальше Никого не видно Путь свободен Можно спокойно двигаться Так, тут можно сохраниться Ой, черт Я хотел сохраниться И нечаянно залез мусорник Да, тут, кстати Вот видите В стенке есть еще Вентиляционное отверстие Можно и туда залезть То есть Есть несколько вариантов Так, вот тут Надо быть аккуратным Довольно-таки Сложный дворик И сложно его проходить В костюме В форме мента Все-таки легче Дозреваемые Белый лесси Мужчина Лет 30-40 Так Вот на той машине Которая стоит Посредине Этого дворика Лежат улики Так Сейчас мы заберем их Так Теперь можно двигаться дальше Так 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 О Супер Так Теперь просто спускаемся вниз И открываем двери Тень О Супер Удачно Мы все прошли Так Ну вот мы собственно И подошли К клубу лисичка Сейчас нам надо будет Туда проникнуть Сделаем мы это Следующим образом Нестандартным Вороским Через окно Так Лезем в окно Так Тут мы можем найти Улику Потом карточку Она нам пригодится Когда мы будем Убивать Озмонда Так Ну и в принципе Больше тут ничего интересного Нету Может еще тут по дороге Взять бутылку с пивом Так Вот тут главное Не шуметь Потому что тут Заказ и стоит девочка Она может услышать вас Так Кто-то Не хочет платить деньги За то Чтобы посмотреть на сиськи Так О Есть Девочки Супер Я попал туда Куда надо Так Ну вот Собственно За барной стойкой Стоит дом Озмон Так Ну что ж Надо подготовиться Да Кстати В стриптиз клубе Тоже есть еще одна Контрольная точка В принципе Походив По клубу Вы ее Найдете Без особого Труда Так О Стриптизерша Какая-то Какая-то она Неразговорчивая Еще и полиция Мне угрожает Да я сам Полицейский Вот же Какая-то Тона Ну Что-то у нее Все-таки Со смекалкой Не особо Тупорылый Бот Не больше Так Ага Вот сюда идет Дом Озмон Сейчас мы его Вырубим Ага У него Что-то вроде Кастинга Сейчас мы Это будем Наблюдать Вот козлина Старая Хорошая у него Работенка Так Нравится Как девка Танцует Давай-давай Не стесняйся Маши сиськами За что я тебе Деньги плачу Так Ну сейчас Стриптизерша Оттуда выйдет И мы Замочим Озмон Да Так Я уже Приготовил Собственно Для него Оружие Так Главное Аккуратно Подойти Есть Готово Так Вот мы его Задушили Проволокой Так Теперь Я возьму Бутылку И разобью Зеркало Так Ну Теперь Мы его Упакуем Собственно В контейнер И Получим Дополнительные Очки Спит Спокойно Так Ну что ж Теперь Нам надо Переместиться На следующий Уровень Так Давайте-ка Возьмем Еще одну Бутылку Она нам Тоже Пригодится Там Да я только За Но мне Тут еще Надо Пару Козлов Замочить В чайна Таун Вот Такой Вежливый Охранник Так Эту дверь Можно Открыть Но Заходить Пока Не Надо Потому Что Там Еще Стоит Один Охранник Ай-яй-яй Я плохо Кинул Бутылку Черт Слишком Высоко Так Там Еще Другой Охранник Ходил Короче Мы Не Того Охранника Отвлекли Придется Еще Подождать Секунд 30 Пока Они Разойдутся По углам Так Сейчас Будем Пробовать Второй Раз Так Вон У нас Там Стоит Охранник За Стенкой И Трындиться Стриптизерши Так Давай Давай Отсюда Уматывай Так Молодец Так Кидаем Бутылочку Так Сейчас Этот Идиот Пойдет В ту Комнату Ну А мы Себя Стоим Типа Ничего Не Происходит Так Есть Поднимаемся Короче На самый верхний этаж И двигаемся дальше Так Отлично Сработано Так Но Тут нам просто Надо будет Подобраться К автоответчику Так Опять же Возьмем Бутылку Так Сейчас Подождем Пока Эти два Охранника Потрындят Так Кажется Один из охранников Сейчас Пойдет Сюда Потому Лучше Не испытывать Судьбу И спрятаться За угол За угол Так Сейчас Мы будем Передвигаться Вдоль диванов И кресел Так Есть Так Тут у нас Гримерная Можем Понаблюдать За девочками Их тут Аж Четыре Штуки Отлично Можно Бесплатно Посмотреть На сиськи Так Ну все же Давайте-ка Займемся Делом Так Опять Тут Став Ходит Опять Надо будет Подождать Да Хорошо Они тут Гримерная Патрулируют Ничего Не скажешь Так Сейчас Этот Тоже Уйдет И мы Двинемся Дальше Так Тут Можно Еще Залез В окно Мы Сейчас Просто Отличем Охранника С помощью Нашей Любимой Бутылки С пивом Так Вот Вти Дверь Нам Надо Так Ага Вот Он Стоит Так Ну что Кинем Просто Бутылку В угол Да и Все Так Ну Ждем Пока Он К нам Повернется Спиной И Спокойненько Проходим Дальше Так Вот Собственно И Авто Ответчик Да Это Вейд Я отправил парней За этой твоей птахой Если он работает с 47 Ему надо срочно подрезать крылышки Позвони мне Когда девчонка будет у тебя Декстер чует барыш И я намерен получить свою долю Бывай Фотография Виктория Хитман Хитман Возьми бабла Хитмана и так много бабла Ему чужое бабло не надо Так Ну что ж Нам сейчас Предстоит Продвигаться Через развалина Так Тут патрулируют Огромное количество Копов Потому Надо быть Аккуратным Так Давайте-ка Сейчас Подождем Немного Так Есть Так В общем Где-то Здесь Лежит Труп Так И вполне Возможно Что мы Его даже Найдем Так Сейчас Татулысый Уйдет С прохода Тут Где-то Еще Метро Или Поезд Проехал Так Дополнительно Мы взяли Оружие Еще Так Тут Опять же Контрольная Точка Так Ну а тут Просто Поднимаемся Так 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 Небольшой Паркур Вот Там Целая Куча Ментов Так Ну в этой Комнате Больше Ничего Интересного Нет В принципе Так Нам Надо Двинуться Дальше Ага Вот И труп Стриптизерша Так Сейчас Мы его Скинем Вниз И Привлечем Внимание Этих Выблитков Ааа Испугались Искали Искали Труп Но В итоге Труп Вас сам Нашел Так Сейчас Они Будут Разглагольствовать На тему Того Что Надо Найти Хитмана Во Что Быто Ни Стало Так Сейчас Надо Будет Опять Подобрать Какую Нибудь Бутылку Или Монтировку Так О Хороший Тут Район Много Бутылок Так Сейчас Мы Немножко Подождем Ага Два Минта Тут Давайте Посмотрим Что Сейчас Произойдет Ага Толстая Решила Прогуляться Немного Скинуть Свой Жир Так Ладно Пока Он Пошел Там Отливать Мы Поднимаемся Наверх Так Ну Чтобы Лишний раз Не Обезвреживать Мы Просто Кидаем Бутылку В угол Ну И Выходим Из здания Птаха Я возвращаюсь В Чайна Таун Будь осторожен Не высовывайся Да Тебе-то легко Говорить Амиго Этот Вейд Говорят Он умеет Развязывать Язык А у меня На языке Такое Что Мама Не горюй Давай Быстрее Птаха Не Нервничай На улице Плохая Погода Надо Быстренько Забраться В здание Так Опять Мы Сейчас Идем В Чайна Таун Так Тут Сейчас Немножко Подождем Так Я надеюсь Тут доска Не сломается Под моим Бесом Так Сейчас Мы Проникнем В небольшой Китайский Супермаркет Да Все-таки Одежда Полицейского Дает нам Большие Преимущества Вот Тут Мы Видим Много Фейерверков Очевидно Подготовка Китайскому Новому Году Так Очередная Контрольная Точка О Тут Даже Есть Маскировка Давайте Переоденемся Ага Мы Переоделись Под Этот Персонал Супермаркета Так Фейерверк Так Можно Тут Сделать Кстати Небольшую Диверсию Для этого Надо Открыть Вот этот Замечательный Вентиль И Сейчас Мы Зажжем Фейерверк Ох Вот сейчас В магазине Будет весело Сейчас Увидите Что Произойдет Так Пожарная Сигнализация Сейчас Тут еще Задымится И Нас Будет Сложнее Обнаружить Так Так Если Вы Видите Что Вам Навстречу Идут Работники Супермаркета Вы Просто Нажимаете Кнопку Инстинкта И Вот так Вот скрываетесь Так Все Сейчас Мы Попадем На Последний Подуровень Этого Не На Пресс Последний Подуровень Пятой Главы Так Ну тут В принципе Можно Двигаться Спокойно Не особо Напрягаясь Тут Одни Менты Поваров Здесь Нету И Также Работников Супермаркета Потому Они Даже Не Подозревают Что Сейчас Рядом Мимо Них Проходит 47 Так Нам Надо Как-то Отвлечь Этих Идиотов И Открыть Двери Как я Это Ненавижу Так Вот Наконец Последний Уровень Точнее Подуровень Твою Мать Это Они Трое Парней Вейда В толпе Задают Вопросы Они Скоро Найдут Меня Ты Должен Вытащить Меня Отсюда Амига Непременно Это В твоих Интересах Птаха Соберись Не делай Глупостей Я Обо Всем Позабочусь Да Сейчас мы Устроим Полный Праздник Ох Аж Три Цели Надо Устранить Так Ну что ж У нас Мало Времени И очень Много Работы Так что Давайте Приступим Немедленно Чем Быстрее Справимся Тем Быстрее Будем Отдыхать Так Вот Наша Первая Цель Собственно С нее Мы И начнем Так Опять же Берем Наше Любимое Оружие Так Закидываем Эту Бутылку Опять В подворотню Так Влазим В окно Так Вот тут Мы делаем Небольшую Диверсию Вообще Тут Какая-то Бензоколонка Какого-то Непонятного Образца Слишком Уж Она Какая-то Олдскульная Так Ну и Ждем Появления Человека Вайда Всегда Интересно Смотреть Как они Не погибают Так Сейчас он будет Курить И трындеть По телефону Но Курение До добра Его не доведет Ну В общем Смотрите Сами Вей Да Местные Ничего не говорят Видимо Покрывают Ты понимаешь Что на улице В битком Народ Вот как За твой счет А сколько Бар Давай еще Приватный Зайчик Ух ты А так Ну Знат С меня За это Только найти Птаху Так По рукам Договорились Открывай Шампанское И готовься Меня угощать С новым годом Мужик Ах Эталонное Убийство Так Просто Супер Так Ну Тело Я его прятать Не буду Это слишком Рискованно Потому что Вот тут Рядом Стоит Повар И мент И они Нас Могут Заметить Так Надо Сейчас Скинуть Эту Кувалду Куда Подальше Чтоб Они Развернулись К нам Пятыми Точками Мы Проскользнули Мимо них Так Двигаемся К следующей Цели Убивать Кстати Можно В любом Порядке Абсолютно Лишь бы Вам Так Так Следующий Ублюдок Так Эти опять Дальше Завлекают Нас Китайскими Собаками Какими-то Травами Так Но это Все будет Потом Отдых Мы Еще Пока Не Заслужили Так Вот тут Мы Спускаемся Вниз Так И Забираемся В контейнер И ждем Особо Ждать Долго Тут Не Придется Но Это Убийство Одно Из моих Самых Любимых Именно На Этом Подуровне Так Да тут Особо В принципе И оружия Никакого Не надо Надо Просто Вылезти Из Контейнера Да Пошел Так Вот так Отлично Пожалуй Это Самое Простое Убийство И Очень Кстати Оно Так Интересно Смотрится Зрелищно Представьте Насколько Это Мужику Неприятно Падать Но По ходу Игры Дальше Будет Более Зрелищно Ищу Убийство Но Все Так Смотрится Оно Неплохо Так У нас Еще Один Мужик Остался Перед Тем Как Мы Уйдем С Этой Карты Ну И Собственно Он Тут Совсем Недалеко Да Уже Скажу Намного Проще Ходить По Китайскому Кварталу Ведь Мы Уже Тут Были Конечно Тут Немножко Больше Скажем Так Локаций Так Лезем В этот Проемчик Так Сейчас Мы Послушаем Что Они Там Обсуждают Продажные Менты Продают Бандитам Оружие Ну В общем Коррупция На нормальном Уровне Все Хотят Заработать Что Тут Уже Говорить Так Сейчас Мы Вылезем И Подберем Оружие Все Так Интересно Иметь В арсенале Лишнее Оружие Конечно Это Совершенно Необязательно Делать Так Ну Радиоуправляемая Зарчатка Мне не Нужна Не Люблю Делать Слишком Много Шуму Так Опять Мы Залазим Вентиляционную Решетку И Сейчас Этот Тип Спустится В эту Подворотню И Мы Его Тихонечко Вырубим С Помощью Нашей Проволоки Так Вот Он Уже Совсем Близко Ну Все Тип Пришло Твое Время Отправляться На тот Мир Так Есть Опять Бесшумный Убийца Бел Дебил Устранен Так Покидаем Чайна Таун Сколько Все Таки Здесь Народу Так Ну тут Главное Просто Спокойно Идти Не Привлекать Внимание Поваров Чтоб Нам Не Добавили К рейтингу Минус 1500 Очков Лучше Лучше Китай Печай На Дороге Да Скажу Довольно Таки Длинная Это Пятая Глава По Прохождению Есть То Чем Заняться Так Опять же Надо Идти К Этим Дверям Так Есть Супер Опять Бомж Боже Этот Обосранный Автобус Как Не Нравится Так Где он Себе Кофе Засранец Он Ушел С тем Ковбой Реально Жаский Такое Впечатление Будто Он Себе Щеки Подкрасил Этот Бомж Как То Они Так Не Совсем Реалистично Смотрятся Да Птаха Еще Тот Козел Насколько Я понимаю Играет На Две Стороны Но Умный Говнюк Все Часики Тикают Так Ну Что Давайте Посмотрим Какой Нам Дали Рейтинг Тень Супер